Проверочная закупка. В Омске сотрудники полиции задержали двух братьев по подозрению в продаже наркотиков. Смертельное вещество мужчины распространяли через интернет. Подробности далее. Другого ответа оперативники и не ждали. Братьев задержали по подозрению в наркоторговле. Обыск подтвердил информацию. Два пакета по 5 граммов. Внутри белый порошок. Героин позже установит экспертиза. По версии полицейских, братья наладили сбыт наркотиков через всемирную паутину. Снабжали запрещенным веществом наркозависимых три месяца. Были проведены обыски в жилище подозреваемых, их родственников, а также в их личных транспортных средствах. В ходе проведения обысков было обнаружено изъято порошкообразное вещество, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством героин массой 15 грамм. 15 мобильных телефонов, банковские карты, а также компьютерная техника. Также сотрудники полиции установили, что задержанные, подозреваемые в продаже героина, причастны к 8 уголовным делам по факту хранения наркотиков. Братьев заключили в СИЗО. Уголовное дело возбудили по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Продавцам смерти грозит до 20 лет колонии каждому. Они нуждаются в вашей помощи. В Омске полицейские задержали студентку, подозреваемую в мошенничестве. Как следует из материалов уголовного дела, 19-летняя Кристина представлялась волонтером благотворительного центра помощи тяжело больным детям. На удочку девушки попался предприниматель. Мужчина пожертвовал на лечение детей со страшными диагнозами полторы тысячи рублей. Позже выяснил, что благотворительный центр не пользуется услугами волонтеров. Мужчина обратился в полицию. Заявитель подробно описал полицейским внешней злоумышленнице. Девушку, схожую по приметам с разыскиваемой, участковую полномоченной полиции задержал в тот же день неподалеку от места происшествия. В ходе личного досмотра у подозреваемых в присутствии принятых были изъяты листовки с информацией о детях, нуждающихся в лечении, брошюры и визитки с информацией о деятельности благотворительной организации. А кроме того, денежные средства в размере 1500 рублей. У детей сложные диагнозы. Вас это не трогает? Когда-то трогала, теперь нет. Почему? Не знаю, просто не трогают. Мне не жалко таких детей, потому что я уже таких детей очень много едала. А где вы их видели? Просто выступала, приходилось мне выступать в детских домах, таких для инвалидов. Мне не нравилось вот и все. Добавлю, что деньги Кристина собирала на торт для своей младшей сестры. Уголовное дело возбудили по статье мошенничества. Студентке, пытавшейся нажиться на тяжело больных детях, грозит до двух лет колонии. Градус в голову сам в СИЗО. В Омске заключили под стражу 36-летнего жителя Советского округа. Мужчину обвиняют в разбойном нападении на девушку. Кто спас амичку от налетчика, смотрите далее. Я прошла еще метров 10 и услышала сзади себя шаги. Хотела обернуться, посмотреть, кто это. И когда начала оборачиваться, преступник ударил меня бутылкой по голове. После чего повалил на землю, просунул руку в левый карман куртки, достал телефон, порвал на мне куртку. И когда я закрывала лицо и голову руками, он бутылкой бил меня. 13 швов, сломанный палец и сотрясение головного мозга. Потерпевшая от разбойного нападения 20-летняя Елена. События того дня девушка вспоминает, как страшный сон. Говорит, что не знает, как долго бы ее избивал незнакомец, если бы неверный друг. Пес по кличке Бостон. Собака вцепилась зубами в руку обидчика хозяйки. Однако злоумышленнику удалось вырваться. За помощью Елена обратилась в полицию. Задержать налетчика удалось по горячим следам. Мужчина, спасаясь бегством от собаки, выронил сумку с документами. Вблизи места совершения преступления был задержан мужчина, на одежде которого были видны следы грязи и пятна вещества борового цвета. А также на руках были следы от укусов. Задержанным оказался 36-летний, ранее судимый за аналогичное преступление, житель советского округа. Свой поступок мужчина попытался оправдать алкогольным опьянением. По решению советского районного суда Омска налетчика заключили в СИЗО. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин